Здравствуйте друзья, продолжаю постепенно переводить конфигурацию на новый сервер, хотя если совсем точно практически полностью ее переписывать. В этом видео я расскажу про один свой рабочий кейс организации освещения в кухне, где применяются некоторые наработки про которые я рассказывал в своих предыдущих блогах. Тут все сведено в одном месте, и контроль несанкционированного включения, и перезагрузка при сбое, ручное и автоматическое включение, зависимость от уровня освещенности, присутствия и времени суток. Некоторые решения я применил на практике впервые, разберем все. Если тема умного дома вам интересна, мои видео помогают ее изучать, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео, тогда его смогут найти больше людей. Также вы сможете поддержать развитие моего канала став его спонсором. Управление будет происходить умным Wi-Fi светильником Philips, который работает в Home Assistant через интеграцию Xiaomi Mio. Кроме включения и выключения, можно регулировать цветовую температуру и яркость. На входе установлен выключатель Akara E1 QB KG39LM без нулевой линии, вместо обычного который там стоял ранее. Само управление полностью логическое, на выключателе установлен режим Decouplet, при нажатии клавиши реле не переключается. Но при этом наличие этого реле позволяет при необходимости перезагрузить люстру по питанию. Еще один выключатель логический Akara Opel, находится в более удобном месте, так как его в отличие от проводного можно ставить куда угодно. Также за счет большого количества клавиш, там реализовано дополнительное управление, уже вне рамок этого видео. В этом помещении имеется два датчика движения, один находится возле дверей, это Akara первой версии, он срабатывает сразу когда кто-то входит, но остальную площадь он контролирует плохо. Поэтому есть и второй, который находится на дальней стене, точнее там находится окно на балкон. Это Akara T1 с настраиваемым интервалом сработки, установлен очень короткий 5 секунд. Датчик первой версии путем простой доработки тоже можно довести до такого же интервала, возможно я это сделаю в ближайшем времени. Также в этом кейсе участвует датчик освещенности, по данным которого система принимает решение, включать дежурное освещение или нет. И телевизор, хотя казалось бы при чем тут телевизор, он, точнее розетка в которую он включен, также является одним из признаков присутствия в помещении. Работающий телевизор потребляет большую мощность чем выключенный, и этот показатель тоже можно использовать при написании логики. Еще раз уточню, что тут показан мой реально работающий на момент этого видео пакетч, ссылку на текстовый вариант вы найдете в описании под видео. Для удобства я добавил много комментариев, поясняющих тот или иной блок. В начале находится блок кастомизации, предназначенный для визуализации объектов, присвоения им пользовательских названий. Собственно на саму логику это никакого влияния не несет. Приступим к разбору и начать я предлагаю с перезагрузки светильника по питанию. Редко, но иногда бывает, светильник по какой-то причине может зависнуть. И тут я применил новое для себя решение с шаблонным сенсором. Он отслеживает переход светильника в состояние недоступно, причем не сразу, а в течении 5 минут. Это нужно например для того, чтобы автоматизация не сработала при перезагрузке роутера. Класс устройства проблема, в выключенном состоянии он имеет статус ок, а в включенном проблема. Эта часть кода отвечает за отображение иконки, тоже чисто визуальная часть, не влияющая на логику. А вот так выглядит автоматизация. Кто следит за моей конфигурацией на гитхаб, уже встречал подобное, но тут есть некоторые изменения. Они касаются триггера, в новой версии я применяю временной паттерн, проверку каждые 5 минут. Ранее я использовал такой вариант триггера, люстра недоступна 5 минут, но у него есть недостаток. Например, если отключили электрику более чем на 5 минут, то автоматизация попробует перезагрузить люстру только один раз. А при таком триггере, она будет пробовать каждые 5 минут пока не добьется успеха. В условиях автоматизации стоит сенсор который мы создали чуть ранее. Его задержка на сработку в 5 минут, плюс то что сама автоматизация не срабатывает мгновенно, позволяет избежать ее сработки в случае кратковременных сбоев. Тут снова фигурирует переключатель режима работы сервера. Для тех кто не видел моих предыдущих блогов, это особенность именно моей конфигурации. Она нужна для совместной работы основного и резервного серверов. Непосредственно на логику этого пакеджа это условие не влияет и добавлять его не нужно. И сама перезагрузка заключается в том, что реле выключателя Acara E1, через которое подключено питание светильника, выключается на 5 секунд и затем включается вновь. Напомню, что выключатель находится в режиме decouplet, на нажатие на его клавиши реле не реагирует. Одна из задач которую нужно было решить состояла в том, чтобы можно было отличить включение света вручную от автоматического включения. Разница состоит в том, что автоматическое включение это что-то вроде дежурной подсветки, которая будет отключаться быстрее. И тут я решил применить логический объект Input Boolean. Кстати его можно создать в интерфейсе через меню вспомогательное. Соответственно и автоматизаций тут больше. Первое управляет состояние созданного нами Input Boolean. Тут в триггерах сведены все возможные варианты ручного включения. Кроме упомянутых мной в начале выключателей Acara E1 и Acara Opel, тут еще есть виртуальная кнопка для интерфейса и еще один выключатель находящийся в другой комнате. Сколько тут их применять решайте сами. При срабатывании любого из перечисленных триггеров срабатывает сервис который переключает состояние Input Boolean. Теперь пришло время посмотреть на что это влияет. Для этого создана другая автоматизация для управления непосредственно светильником. Тут только один триггер, он срабатывает при любом изменении состояния объекта Input Boolean, который может быть или включен или выключен. Условия пропускаю, это как я и сказал фишка именно моей конфигурации, а действие выполнено на основе селектора условий. Если состояние Input Boolean меняется на включено, тогда активируется сервис включения светильника и передается параметры яркости и нужной цветовой температуры. Соответственно если он меняется на выключено, аналогичная команда передается и светильнику. А это контрольная автоматизация, на тот случай если светильник будет включен вручную, а отключен например через интерфейс или пульт управления. В качестве триггера тут переход светильника в состояние выключено. А сработает автоматизация в том случае если Input Boolean будет в состоянии включено. В таком случае состояние Input Boolean синхронизируется с светильником. Перейдем к автоматическому режиму работы. Для него я создал шаблонный сенсор, который работает для определения присутствия в комнате. Логика его работы основана на состояниях двух сенсоров движения и сенсоре, который зависит от показаний мощности розетки в которую включен телевизор. Если хоть один из них включен, то активируется и шаблонный сенсор. Подробнее про логику работы сенсора связанного с мощностью рассказано в блоге Управление устройствами через ик-контроллер Broadlink обратная связь, ссылка в описании под видео. В данном случае он активируется если потребление будет более 10 Вт. Вернемся к шаблонному сенсору. Он имеет задержку на выключение 3 минуты. Класс устройства присутствие. Эта часть отвечает за визуальное отображение сенсора в интерфейсе. Кроме присутствия еще создан сенсор на платформе Time of Day. Он активируется в промежуток от 23 до 5 часов утра. Перейдем к автоматизации автоматического включения освещения. В триггере используются датчики движения, а не созданный ранее шаблонный сенсор, по той причине что их состояние обновляется быстрее. В условиях тут находится input boolean в качестве признака ручного включения светильника. Автоматизация сработает только в том случае если он отключен, логично. Вторым условием является уровень освещенности, помните я в самом начале упоминал про него. Уровень определен экспериментально, когда достаточно светло автоматизация не сработает. Сюда при необходимости можно добавить дополнительные сенсоры, например тревоги, тогда автоматизация не будет срабатывать при ней. Тут также применен селектор условий, привязанный к состоянию сенсора Time of Day. В дневное время, когда он выключен, люстра включается с яркостью в 70 процентов. Соответственно в ночное время, включение будет происходить с пониженной яркостью, в моем примере 10 процентов. А вот выключение света происходит уже по шаблонному сенсору, то есть через 3 минуты после того, как нет движения ни на одном из датчиков и потребление менее 10 ватт на розетке телевизора. При этом, если свет был выключен вручную, он может автоматически включаться и при активном сенсоре присутствия, так как для включения используются датчики движения, которые обновляются намного быстрее. Для срабатывания тут имеется два условия. Первое это Input Bullion, он должен быть отключен. При ручном включении освещения, эта автоматизация не сработает. И второе это включенный светильник. В этом случае светильник отключается. То есть в данном кейсе, если брать стандартный интервал датчика движения Acara первой версии 2 минуты, плюс 3 на шаблонном датчике, она сработает через 5 минут после того, как нет движения и выключен телевизор. Еще раз напомню, это сработает только в случае автоматического включения светильника по датчикам движения. Следующая задача этого паккеджа, контроль включения светильника после восстановления питания. Про варианты решения я рассказывал в одноименном блоге, ссылка в описании. Правда тут я применил немного видоизмененный вариант логики. Триггером тут служит включение светильника. Тут проверяются два условия, должен быть выключен Input boolean и сенсор присутствия. То есть включение произошло не вручную и не автоматически, а по какой-то другой причине, например после восстановления питания. Для люстры Philips это актуально. Причем не только после отключения электропитания, но и после сработки автоматизации перезагрузки по питанию. Если это произошло, то люстра отключится. Конечно, я подумал о том варианте, что будет если свет был включен вручную, но его забыли выключить. Для этого есть свой, отдельный сенсор. Он сработает в том случае, если отключен сенсор присутствия при включенном Input boolean, то есть когда свет включен вручную, но нет движения и не работает телевизор. Тут установлен другой интервал, намного больше 15 минут. Плюс интервалы датчиков движения и собственный интервал шаблонного датчика присутствия. Тут класс устройства я поставил Light. И часть отвечающая за визуальное отображение иконки в зависимости от состояния сенсора. Автоматизация. Кроме сенсора забытые люстры, про которые я только что рассказал, в триггеры я добавил и один из вариантов нажатия на выключатель. Это нужно для того, если нужно выключить дежурное освещение вручную. Действие тут тоже одно, выключение люстры. Вот так это выглядит в интерфейсе. Светильник. Это виртуальная кнопка аналог клавиши выключателя. Ниже я вывел input boolean, но это специально для демонстрации, обычно его нет. На самом деле его можно использовать и вместо кнопки. Сенсор time of day ночной работы. Это сенсор забытой люстры, который сработает через 15 минут. Сенсор проверяющий недоступность люстры. Это сенсор присутствия и два датчика движения. И наконец датчик освещенности, сейчас уровень который позволяет включить автоматическую подсветку. Ручное включение через input boolean. Светильник включается на полную яркость. Если датчик присутствия не сработает в течении 15 минут, люстра отключится. Попробуем включить люстру напрямую. Она сразу отключается, так как ни датчик присутствия, ни input boolean не активны. Автоматический режим подсветки активируется по сработке датчика движения. Acara T1 отключается через 5 секунд. Датчик первой версии, пока не переделанный, будет ждать 2 минуты. После его отключения, еще 3 минуты на отключение датчика присутствия. И наконец отключение светильника. А вот что будет если отключить автосвет вручную. Датчик присутствия и первая Acara еще активна, но датчик Acara T1 уже отключился. Если зайти обратно, то автосвет снова сработает, так как включается он от физического датчика движения. Поэтому я и думаю переделать и первый датчик на 5 секундный интервал. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграмм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира!